Всем привет! Сегодня у меня первый учебный день. Учусь я во вторую смену, чему я очень рада, в принципе. Сейчас выдвигаюсь в Кунка, в центр города. Буду смотреть, как доезжать именно отсюда туда, потому что оттуда сюда я уже ездила. Сейчас главное не туда не уехать. Посмотрим, сколько у меня времени займет дорога. Сегодняшний маршрут таков. Иду пешком до станции Университетская, еду на электричке, пересаживаюсь на метро, пешочками иду до факультета. Возможно, что этот маршрут будет меняться в зависимости от удобства. Может быть, я найду более удобный для себя маршрут, но пока так. Те, кто живет в Пунке и учится на здешних факультетах, всякие там ПМ, ПУ, физики, математики, им вообще повезло, потому что рядом все. Не нужно никуда ездить, в город. Конечно, больше всего повезло тем, у кого общаги на Василии Островском и у кого корпуса учебные там же, потому что они прямо в центре Питера. Ну вот, я купила билет, пока без студенческого, полная цена 75 рублей. Есть еще ласточки, они стоят еще дороже. Вот такая вот платформа, одно окошечко, подходишь, покупаешь. Потом будем просто предъявлять студенческий и будет половина стоимости. Станция Калищево отправится в 15 часов 40 минут. Электричка идет 50 минут и вуаля, вы в городе. Сейчас идут в метро. В метро мы берем линию, которая справа, получается, которая идет до Девяткина, а едем до Пушкинской пересадки. В вагонах прям вообще битком народу. На красной ветке вошла, меня как столкнули в вагон, блин, там чуть не улетела. Хотя уже вроде не час пик. Время-то такое, день. Чего столько народу. Я решила выйти не на Адмиралтейской, а на Спортивной. Я здесь никогда еще не была, поэтому мне интересно. Здесь, в принципе, одинаковое расстояние до вуза. Пройдусь новыми путями, а уже вечером можно и до Адмиралтейской. Смотрите, как красиво вдоль дорог цветы. Прям вообще супер. Красота. Сегодня я только расстегиваю куртку, застегиваю, снимаю шарф, надеваю шарф. Как-то, знаете, то в электричке душно, то на улице прохладно. Еще сейчас вообще дождь начал моросить, хотя никакого дождя вовсе не обещали. Мне остается перейти мост. Вроде бы, если я ничего не путаю, он называется Тучков или Тучков мост. Смотрите, мне тут даже на улице показывают, какая дата. Это чтоб я наверняка не забылась, в каком я году нахожусь. И вот мостик. Прям река такая сегодня очень хмурая. Ну, извините, погода тоже уже поменялась. Вот тебе и день без дождика. Погода очень приятная, очень неожиданно. Охлаждающая. Вот интересно, как скоро мне примелькаются все эти улицы. Вот как скоро я перестану замечать вот эту вот красоту. Вот интересно, у вас как скоро это случилось? Напишите в комментариях. Такой красивый здесь перекресток. И трамваи ходят симпатичненькие. Вообще красиво. А вот и вновь университет. Площадь Сахарова и здание. Сегодня у меня первая пара будет в 161 кабинете. Я уже заранее посмотрела схему здания, чтоб не блуждать. А то я помню, как на первом курсе было. Бегаешь по вузу и ищешь, где же эта аудитория потерянная такой. 161 кабинет. Кабинет искусств. И вот так он выглядит. Моя группа. И я еще сходила, получила студенческий билет. Вот так выглядит он. Прошло у нас первое занятие. Своеобразное сложилось у меня впечатление, что очень много упора действительно на философию идет. Подошла я к таблу с расписанием, визуальные технологии в музее. Вот оно, расписание, можно сфотографировать. И тут все разные программы, на которые можно было поступить. Можно было поступить на философию, там, например, религия, ведение, прикладная этика, философский диалог России и Франции, аксиология русской культуры. А вот это вот уже кафедра чисто нашей специальности. Кафедра музейного дела и охраны памятников. Ну все, занятия на сегодня закончились. Две пары. Так интересно, чтобы зайти и выйти в вуз, нужно приложить именно студак. Там, короче, чип внутри где-то. И вот прикладываешь и заходишь через турникет. Окна нашей аудитории сегодняшней были где-то вот здесь. Я думала, аудитория будет какая-то маленькая. В итоге она оказалась вполне себе. Просто по схеме, которую я видела, она прям какая-то крошечная была. В итоге нормально, такая красивая аудитория. Книги стоят, портреты висят. Сейчас я направляюсь уже домой, в Пункт. Иду я до Адмиралтейской, как и планировала. Заодно пройдусь через центр города, посмотрю красоты. Чтоб вы понимали, вот оно главное здание. И вот совсем недалеко истфак и философский факультет. Все рядышком. И там впереди уже Нева. И все главные достопримечательности Петербурга. Как мне кажется, от Адмиралтейской, от метро, гораздо более понятная дорога. Вот от спортивной какая-то она прям запутанная. И здесь все-таки ты идешь и смотришь все красоты. Там тоже красиво, но, извините, там нету вот этого всего. Не, ну все-таки мне от Адмиралтейской здесь больше нравится маршрут. Кому не понравится гулять вдоль Невы и смотреть на Эрмитаж, на Исаакиевский собор. Иду по городу и просто сейчас такое осознание, что я здесь не как турист. Вот не турист. Хотя и в прошлый раз, когда я жила здесь, я уже тоже себя не чувствовала туристом. И вечером сейчас вся эта подсветочка у зданий включается. Так вообще прелесть. Город меняет облик. И становится даже еще красивее. Какой-то велозабег. Вот столько велосипедистов. Вообще, наверное, невозможно пройти и не сделать фотографию какую-то. Такая панорама красивая открывается. Все фотографируют. Все. Сейчас я в метро оформила временную себе БСК. Вот так он выглядит. Я взяла только на метро, потому что я планирую в этом месяце ходить пешком. Потом, возможно, я буду покупать на все виды транспорта, но пока только на метро. Стоит такая карточка в месяц 680 рублей. Получается, что сегодня я показываю весь свой день, как я добираюсь до университета. Такое первое мое впечатление об учебе в университете, о дороге в университете. Так что, если вам было это полезно, понравилось, не забывайте писать что-то, что ли, лайк ставить. Это получается, что с таким графиком, когда ты возвращаешься домой в 11 вечера, просто физически никак невозможно быть жаворонком. Только собой. Ночная жизнь. Получается, приезжаешь домой, кушаешь и ложишься спать. Все. Все. А все остальное делаешь только утром. Только что перед носом ушла электричка на 9.15. Видно было, что все просто судорожно пытались купить билет, бежали, но я даже не стала бежать, потому что уже все как бы, там, минуты она не решает. Следующий поезд на 10 часов, это, считайте, час едем, в 11 я приезжаю, и еще я 20 минут иду пешком. Где я сегодня села, там я сегодня и пойду. Но уже у меня оплата по студенческому 38 рублей. Я просто не понимаю, как пункавчане живут. Это же прям вообще столько приходится в дороге тратить времени. Все студенты, наверное, в шоке, что приходится идти по такой дороге. Лес. Ну да, везет, что хоть какая-то кучка. Иначе, если бы там две одинокие девушки шли бы, то это было бы, конечно, странно и жутко. Возвращаться, короче, настолько поздно сюда, это не есть хорошо. Если успевать на электричку на 9.15, еще как бы куда не шло. Но на 10 и приезжать сюда в 11.20, это уже, это, конечно, край. А там еще есть электрички. Круто, конечно, что ребята ходят все вместе. Как-то безопаснее. Дома. Я дома. Так, а время? Вот такое вот. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Учусь я во вторую смену, чему я очень рада, в принципе. Спасибо.